Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 февраля Григорий Богослов, назван в честь отца Григория Богослова, патриарха Константинопольского. Он был вымолен Матерью Блаженную Ноною. Она желала сына и посылала усердные молитвы к подателю всех благ. К тому же она обещала посвятить его на служение Богу. И Господь исполнил прошение сердца благочестивой жены. В сонном видении ей было откровение, что от нее родится отрок, и назвали его Григорием, как это было сказано в сонном видении. Григорий возлюбил целомудрые души и чистоту тела, а также тщательно охранил свое девство до самой кончины. К этому он был вразумлен материнскими наставлениями и сонным видением, о котором он рассказал. Во время сна, вблизи себя, он увидел двух девиц, облеченных в белые одежды. Они были красивым лицом и одного возраста. На них не было никаких украшений, одетые просто, чистой белой одеждой и скромно опоясанные. Головы и лица были покрыты тонкими покрывалами. Святой Григорий, смотря на них, ощущал в своем сердце великую радость. Когда он спросил, кто они, одна сказала, что она есть чистота, а другая назвалась целомудрием. Они разъяснили ему, что предстоят перед престолом царя славы Христа и сказали, будь единомыслен с нами. Тогда мы тебя, блистающего величайшей светлостью, вознесем на небеса и поставим близ бессмертного троичного света. А в народе о сегодняшнем дне говорили, что пришел Григорий зимний указник. По этому дню предсказывали погоду на следующий год. Сегодня следует делать добрые дела и вспоминать о них, но при этом не хвастаться, потому что знали, что высшие силы все видят и за хвастовство накажут. Зато за тайное доброе дело щедро отблагодарят. И это произойдет сегодня. Приметы. Какова сегодня погода до обеда, такова и будущая зима до Рождества. Погода после обеда, такова будет после Рождества. Выпавший сегодня снег предвещал раннюю осень и наступление следующей зимы. Если синица поет, это к морозам. Сегодня не пустослови. Все сказанное вернется назад. Не рекомендуется стричь волосы и плеваться. Дарить женщине цветы на счастье. Мне вот интересно, все-таки есть какой-то скрытый мотив за пределами человеческого понимания, по крайней мере моего. Почему, читая вашу книгу, на Хунзу, на эту историю, я отреагировала мгновенно. Когда вы рассказывали сейчас про абрикосы, я вспомнила свою родину, где абрикосы растут во дворах многоквартирных домов. И по ним ездят машины. И они так чпак-чпак-чпак на асфальте. Ну то есть и абрикосы здесь в Москве, на рынке. Думаю, может быть, я где-то когда-нибудь была Хунзой. Ну, почему нам одно нравится, а другое мы пропускаем мимо? Как вот люди говорят, ну вот химия есть. Что это такое? Это интуиция? Или почему один материал нравится? Мы выросли в той среде, и когда, естественно, мы вырастали, мы употребляли ту или иную пищу, которая стала частью нашего организма. И, естественно, вибрации этой пищи созвучны теперь, вот, говорит, с нашим телом. И нам хочется вот того, что было в детстве. Как бы подпитаться и укрепиться за счет этого. Это немаловажно. И вот, кстати, если продолжить о Хунза, значит, шотландский врач Мак Гаррисон жил он в непосредственной близи от долины Хунза в течение 14 лет и наблюдал. И вот он говорит, что основным фактором доллити этого народа является питание. Ну, еще немножечко, конечно, будет и горный климат действовать, но непосредственно, что вот это питание. И самое интересное, что вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность Хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных. В Англии? Да, в Англии. Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сель, сахар, рафина, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на Дети Хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, как вот там солнцеед. И я говорю, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушаете вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями. Кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уэльям Хэй, он изменил свое питание, выздоровел. И в итоге диета, в которой меньше, особенно белка животного, да, действует очень хорошо на почке. Почему на почке? Да, потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там мочевину вводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. Как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться, что и произошло, вылечился. А если бы там лечили, ну, как тогда лечили по обычной схеме, то, естественно, ничего бы не получилось. Геннадий Петрович, смотрите, я когда фарш, вот этот, значит, из фарша лепила, я на вкус попробовала, мне показалось, мало сахара, да, все-таки же десерт, и я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку, ой. Надо одеть? Надо опускать, я надену, да, я приготовила специальную перчатку. Потому что это очень мощный такой. Потому что, конечно, да, он красит серьезно. Все, и вот я его опускаю в свекольный сок. Вот она прям уже на клубничку похожа. Это как раз конфетки для детей можно делать. Да, дальше вот кунжутик. Обмакиваем. Обмакиваем, все. Поставили. Действительно похожа на клубничку. Вы понимаете, клубничка, она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что, я думаю, без холодильника, вот, да, ведь все ушло. Ну, златнуло. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал, зерна превращается в солодовый сахар. И мы тут имеем дело уже с такими углеводами. Не с крахмалами, а с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться. Быть такими тепленькими наш организм. И, что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза – это лепешки из супы, из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали не просто цельное зерно, а проросшее цельное зерно, которое еще... 14 лунные сутки. Инергетика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение, не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение, а также приучает к восприятию тонких ощущений. 15 лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств.